Недавно у меня спросили, а что же у меня с нотами, про которые я так горячо и долго рассказывал, а потом вдруг перестал. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, раньше я рассказывал про ноты, очень много про структурные продукты, сейчас я перестал. Почему? Потому что, ну, вроде бы, они стали для квалифицированных инвесторов, сейчас, кажется, в общем-то, все прояснилось, и уже они, в общем-то, ну, не столько для квалифицированных инвесторов. Дело в том, что там надо сейчас пройти тест, и если вы хотите пользоваться каким-то инструментом, то просто проходите тест на знание этого инструмента конкретного, и вы получаете доступ к данному инструменту. То есть, структурные продукты сейчас, в принципе, доступны всем, ну, только после прохождения теста, и это, в принципе, нормально. Поэтому, поэтому рассказываю снова про свои ноты. Дело в том, что ноты – это такая штука, в которую входит 4 каких-то разных типа акций, ну, или больше, или меньше, ну, обычно 4. Вот, и по ним дается купон, он достаточно хороший, то есть, вот по данной ноте, которую мы сегодня рассмотрим, купон был 23% годовых, я уже про нее когда-то рассказывал, и я говорил, что она очень интересно повела себя. Поэтому, давайте посмотрим на график прямо сейчас. Что это за нота? Это автокол на корзину 4 акций – Газпром, ГМК, Норникель, Лукойл и Яндекс. Ну, все акции, в принципе, хорошие – Газпром, ГМК, Норникель, Лукойл и Яндекс, поэтому я решил взять. Напоминаю условия ноты, если все 4 актива вырастают выше, чем 100%, то выплачивается купон текущий, и все, купоны выплачиваются ежемесячно, вот, из расчета 23% годовых. То есть, если бы в первый же месяц, ну, вот, в прошлом году, например, наблюдался всеобщий рост, всеобщая эйфория, я открывал структурные продукты, через месяц они тут же закрывались, потому что все 4 актива подрастали, и все было, ну, не то, что неинтересно, было здорово получать вот эти вот самые 15-20% годовых сразу, но нота закрывалась, я открывал следующий структурный продукт. Вот, собственно говоря, как это происходило. Сейчас структурный продукт у меня на 23% годовых, с условием, что если все акции вырастут, так сказать, то я получаю причитающийся мне купон, и все закрывается. Если хотя бы одна из этих акций не выросла, а упала, но не более чем на 15%, я просто получаю купон и, значит, до следующего периода наблюдения. Ну, а если эта акция упала ниже, чем купонный барьер, который составляет 15%, то есть, больше чем 15% она упала, то купон не выплачивается, но задерживается. И этот купон будет выплачен, ну, как только она превысит вот этот вот предел, то, соответственно, выплачивается не только этот купон, но и все, которые были задержаны. То есть, с огромной вероятностью я получу все-таки вот свои 23%. Давайте посмотрим, что же произошло с этими акциями. Ну, как, в общем, сказать, вначале все шло как с тремя акциями, с тремя компаниями, все как по маслу. Значит, все три компании выросли. Значит, все три. Это Яндекс вырос, что там еще? Газпром вырос, Лукойл вырос. А вот ГМК Норникель, так сказать, там начали преследовать какие-то, ну, проблемы. И, соответственно, ГМК Норникель упал. Упал, но не сильно. Вот видите, вот в этой полосе находится. И я получил здесь купон соответствующий. Потом следующий месяц я еще получил купон. Следующий месяц я еще получил купон. А вот следующий месяц она на грани, но ниже, чем грань. И я не получил здесь купон. Но, значит, тут же ГМК Норникель вырастает. Чуть-чуть он входит сюда. Но купон по-прежнему не выплачивается, потому что не настает период наблюдения. Вот он, период наблюдения. И как раз к этому периоду. Здесь, я помню, было вообще на грани. Вообще, вот вообще. Я смотрел, думаю, вырастет или нет, превысит или нет. Ну, вот вы видите, да, вот пересечение. Но не превысил там, что-то, так сказать, на какую-то смешную сумму. Тем не менее, не превышен. Был этот купонный барьер и купон не был выплачен. И, значит, следующий месяц тоже продолжается. Видите, он прямо вот вдоль этой линии идет. И опять купон не был выплачен. Таким образом, я уже не получил раз, два, три купона. Что такое, какие купоны? Ну, купоны здесь 4728 рублей. 4728 рублей. 4783 рубля. Это те купоны, которые я получил. Вот выплачен, выплачен, выплачен. И здесь вот раз, два, три купон не выплачен. То есть, он запомнен. И дата следующей выплаты, следующего купона 31 декабря этого года. Соответственно, 4883 рубля 56 копеек ожидается. Если ГМК Норникель превысит вот эту вот планочку. 31 декабря 2012 года. Если он превысит, то я получу раз, два, три, аж четыре купона. Получается практически 20 тысяч. Но будет приятный сюрприз на Новый год. 20 тысяч купонами. Вот такая штука будет. Ну, а если он не превысит, то этот купон тоже будет запомниться. И, собственно говоря, продолжается дальше. Ну, а если ГМК Норникель вдруг рванет вверх. И, значит, превысит вот эту верхнюю планку. То нота закроется. Но вряд ли это произойдет. И, кроме того, Яндекс начинает ползти вниз. И не исключено, что, скажем, ГМК Норникель превысит. А Яндекс войдет сюда же. Тогда будет продолжаться купон. Что еще можно сказать по этой ноте? По этой ноте можно сказать, что здесь период ее. Один год, насколько я помню. Да. Дата погашения 01.06.2022 года. То есть, если она до 1 июля 2022 года не выйдет по условию автокола. То есть, все четыре компании акции не вырастут выше, чем 100%. То, в общем, я получу свои 23% очередные годовых. И, значит, соответственно, закроется. Но если самое худшее из этих акций не будет ниже, чем вот эта планка. Если же ситуация сохранится, то есть, самая худшая акция будет ниже, чем эта планка, то я получу на все 250 тысяч рублей мне нальют вот этой акции. И я буду очень переживать, если это будет именно ГМК Норникель. Потому что у меня ГМК Норникель и так есть в портфеле. А, он на другом счете. Ну, короче говоря, будет на 250 тысяч акций ГМК Норникель. Это больше, чем 10 акций. Но куда мне столько, я, скорее всего, их буду, ну, либо продавать, либо как-то что-то с ними делать, смотря, ну, уже смотреть за динамикой. Может быть, я оставлю. Вот такая история. Ну, ГМК Норникель, в принципе, неплохая компания по всем показателям. В принципе, платят дивиденды. Но есть опасения, что сейчас ГМК Норникель, я читал вот обзор недавно, смотрел, вернее, видео на одном из каналов. Что ГМК Норникель планирует очень серьезное техническое перевооружение. Вероятно, что через год, через год, то есть там есть акционерное сообщение, соглашение между Дерипаской и главой Норникеля о том, что, ну, выплачиваются дивиденды в таком-то соотношении. Оно как раз еще год будет действовать, а потом, что с ним будет, непонятно. Короче говоря, у ГМК Норникель есть серьезные планы на тотальную реконструкцию очень многих производств, потому что очень много производств обветшало. Поэтому будут огромные затраты на капекс, то есть на капитальное строительство, обновление производства, обновление всего. И это потребует, ну, больших вливаний, больших денег. Соответственно, ну, скорее всего, это отразится и на дивидендах. То есть дивиденды будут снижены, и техническое перевооружение просто компании будет идти на будущее. Вот, ну, я пока держу эти две акции. Ну, а здесь портфель в ноте. Ну, вот так вот. Я думаю, что здесь все будет хорошо. В принципе, в любом случае будет совсем-совсем неплохо. И акции это хорошие, так сказать, если кто-то говорит, что все это может упасть до нуля, вряд ли это упадет до нуля. Но будет не очень приятно, если я, ну, как бы получу акции, конечно же, на 15% дешевле, чем они стоили. То есть я их выкуплю вот по этой цене. Если она будет вот здесь, то я их буду вынужден купить вот по этой цене. Ну, такие условия ноты. То есть здесь есть риски определенные. Но я полон оптимизма. Я уверен, что я получу свои 23% годовых. И я буду продолжать тоже инвестировать в ноты. Сейчас, к сожалению, минимальная сумма для инвестирования 250 тысяч. Поэтому у меня вот такая нота, а в таком всего одна. Ну, я надеюсь, что эта информация, как бы, была полезна тем, кто, по крайней мере, спрашивает. Не думаю, что здесь будет огромное количество просмотров. Ну, а я с вами хочу попрощаться. Напишите, пожалуйста, что еще вы хотели бы, обзор по каким акциям посмотреть. Ну, и до встречи. С вами был Деменко Юрий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok